Пластилиновые гениталии на детском кинофестивале Ну, наверное, графика, потом после этого, что произносят герои, то есть логика их речи и, наверное, сама логика мультфильма Мультики иногда бывают интереснее, достаточно фильмов, и в некоторых мультиках очень красивая анимация, которую можно вечно смотреть Одним из первых на экране появился мультик «Большой бум» С его помощью режиссер Нарниманов хотел показать то, как создавался мир, и из обезьяны эволюционировал человек Правда, в середине картины зрителям продемонстрировали детали, необычные для детской мультипликации Представители библиотеки Маяковского, где проходил показ, уверяют, перед фестивалем они отсматривали все работы и ничего предосудительного в них не разглядели Потому на показ мультфильмов с ограничением 12+, спокойно пустили детей младшего возраста Нам прислали, сказали, вот мультфильмы, пожалуйста, покажите его, мы покажем Это практически все отечественные кинокомпании, которые занимаются мультиками И там будут, вот непосредственно то, что у нас здесь будет показано, это будут показаны и любительские работы, и студенческие работы В этом году анимационный фестиваль проходил в 22-й раз Основная площадка уже 15-й год подряд разворачивается в Суздале Владимирской области Также показы проходят и в других городах России В каждом из них зрители заполняют анкеты, отдавая голоса понравившимся картинам Гран-при фестиваля получил фильм «Среди черных волн» Анны Будановой Провокационный большой бум, к слову, призовых мест не занял Субтитры создавал DimaTorzok